мир вам то что вам предстоит услышать в этом выпуске касается событий мирового масштаба которая повлияет на вас и ваше будущее так что будьте крайне внимательны некоторые из вас полностью поймут о чем идет речь тогда как другие отнесутся к услышанному как небы лица типа научной фантастики все же христиане ждали этого события уже около 2000 лет и оно должно вот-вот произойти способность библии точно предсказывать будущее отделяет ее от всех других книг и превозносит над ними библия пророчествует о событиях в деталях за сотни а иногда и за тысячи лет до того как они произошли и еще ни разу не ошиблась этого нельзя сказать ни о каком другом виде священной литературы существующей в мире включая индуистскую литературу веды пураны шастры буддийскую литературу трепетака и восьмеричный путь или мусульманскую литературу коран пророки и пророчицы такие как тострадамус эдвар кейси джунна ванга иногда примерно угадывали будущее событие которые впоследствии произошли но они на 90 процентов основывались на высказываниях из библии история написанная заранее является доказательством того что библия не создана человеческой воли или человеческим разумом но дана богом святой библии нет никаких догадок когда в ней говорится что какое-то событие произойдет то оно непременно произойдет независимо от того что кто-то в это не верит или кто-то пытается этому помешать пророчества о первом пришествии иисуса христа исполнились до мельчайших деталей а 48 из них были записаны на пергаменте больше чем за 400 лет до его рождения шансы что такое могло произойти случайно равны одному из 10 в 147 степени то есть единицы со 147 нулями такого количества электронов нет даже в двух вселенных величиной соответственно нам в качестве недавних примеров исполнения пророчества можно назвать современные автомобили танки телевидение и атомные бомбы которые были предсказаны более чем за 2000 лет до их появления но самым убедительным исполнением библейских пророчеств был и остается израиль а возвращение евреев в палестину было ясно написано в библии по меньшей мере за две с половиной тысячи лет до того как это произошло бог через пророка езекииля сказал и выведу их из народов и соберу их из стран и приведу их в землю их и буду постиг на горах израилевых при потоках на всех обитаемых местах земли сей и будут жить на земле которую я дал рабу моему иакову на которой жили отцы их там будут жить они и дети их и дети детей их вовеки и раб мой давид будет князем у них навечно и бог это сделал чему мы все свидетели в 1948 году бог вернул евреям их землю и бог вернул евреев в их землю возвращение евреев на свою родину после сотен лет рассеяния по всему свету является самым явным доказательством божьего проведения и непогрешимости безошибочности и совершенства библии ни один древний народ не дожил до наших дней сохранив ту же религию обычай язык и священное писание как это произошло с еврейским народом который был избран господом чтобы служить примером и предупреждением всем народам земли бог управляет историей и когда ему угодно он меняет политику для свершения своих пророчеств иисус обещал что это предупреждение свершится как раз перед вторым пришествием и сказал им притчу посмотрите на смоковницу которая представляет израиль и на все деревья которые представляют прочие народы когда они уже распускаются то видя это знаете сами что уже близко лет так и когда вы увидите то сбывающимся знаете что близко царство божие и это делает повторное возникновение израиля самым важным и удивительным событием после воскресения иисуса христа следующее потрясающее событие которое произойдет как об этом сказано в библии это восхищение церкви чтобы понять слово восхищение нужно читать библию и верить тому что в ней написано если человек читая библию нечестен сам собой он не сможет найти истину в ней библию не следует втискивать в теологические рамки которые установили некоторые церкви или их руководители любая церковь или руководитель могут перекрутить библию на свой лад и придать ей тот смысл который им нужен использовать для этого всего лишь три простых приема первое добавить слова писанию которых там нет второе отнять слова из писания которые там есть и третье вырвать текст из контекста в священном писании есть два основных места где прямо говорится о восхищении давайте их прочитаем первый текст из послания апостола павла к фессалоникийцам ибо сие говорим вам словом господним что мы живущие оставшиеся до пришествия господня не предупредим умерших потому что сам господь при возвещении при гласе архангела и трубе божией сойдет с неба и мертвые во христе воскреснут прежде потом мы оставшиеся в живых вместе с ними восхищены будем на облаках навстречу господу на воздухе и так всегда с господом будем и так утешайте друг друга семи словами второй текст из первого послания апостола павла коринфянам и как мы носили образ земного будем носить и образ небесного но то скажу вам братья что плоть и кровь не могут наследовать царство божие и тление не наследует нетление говорю вам тайну не все мы умрем но все изменимся вдруг во мгновение ока при последнем трубном звуке ибо прозвучит труба и мертвые воскреснут нетленными а мы изменимся ибо тленному сему надлежит облечься в нетление и смертному сему облечься в бессмертии когда же тленное сие облечется в нетлении и смертное сие облечется в бессмертии тогда сбудется слово написано поглощена смерть победа смерть где твоя жала от где твоя победа восхищение это внезапное сошествие христа на облака чтобы вознести и забрать от земли всех верующих составляющих согласно библейской терминологии одно тело его невесту пророческие подробности связанные с восхищением мы находим по всей библии в процитированных ранее двух текстах писания показана точная последовательность событий первым раздастся подобной трубе глаз архангела потом зазвучит труба божья и при последнем ее звуке произойдет воскресение всех умерших новозаветных верующих прославленных и нетленных телах из могил из океана из полей сражений по всему миру тела спасенных грешников будут восстановлены атом к атому молекула к молекуле преобразившись прославленные тела из плоти и костей потом те из которых будут оставаться живыми при этом событии преобразятся в такие же нетленные прославленные тела после чего и те и другие будут подхвачены на облака навстречу господу в воздухе что произойдет дальше то о чем сказал господь и когда пойду и приготовлю вам место приду опять и возьму вас к себе чтоб и вы были где я он возьмет нас к себе чтобы мы были там где он он пришел с небес и вернется на небеса но уже со своей невестой церковью на небесах произойдут два события но уже в пределах вселенского масштаба первое это судилище христова где будут испытаны дела спасенных которые те делали живя в теле не путайте судилище христова судом великого белого престола из откровения 20 главы это разные суды второе событие которое произойдет на небесах это брак агонса о котором вы можете прочитать книги откровения в 19 главе тут тоже не следует путать и смешивать брак агонса с брачным пиром сначала брак на небе потом пир на земле пока эти два события судилище христовый брак агонса будет происходить на небесах на земле будет происходить великая скорбь как суд над народами и как бедственное время для израиля но вернемся к восхищению церкви когда наступит восхищение вы либо покинете телесно эту планету поднимаясь со скоростью больше чем скорость света либо вы останетесь на земле таким каким вы есть сейчас человеческим существом погрязшим материальном мире который приближается к величайшему несчастью в истории человечества тот мир описывается в откровении с 6 по 19 главы тем миром будет управлять один диктатор которого библия называет человеком греха сыном погибели зверем и антихристом бедствие и все несчастье о которых говорится в книге откровения скоро перепрыгнут со страниц священного писания в заголовки всех газет это уже начинает происходить военные слухи пожалуйста смятение в народах тут как тут стихийные бедствия землетрясения катаклизмы болезни эпидемии пандемии все это только начало то что у библии говорится о будущем не имеет символического или переносного смысла а является искренним предостережением для вас от самого господа то о чем сейчас говорится взято прямо из библии и говорится с одной единственной целью чтобы вам быть готовыми к встрече с господом иисусом христом в его пришествии в любой момент ибо мы возвестили вам силу и пришествие господа нашего иисуса христа нехит расплетенными басням последуя все что было сказано до сих пор в большей степени имело отношение к верующим теперь я обязан обратиться к неверующим агностикам атеистам скептикам а также к буддистам кришнаитам мусульманам их просто хорошим людям каждый из вас кто смотрит этот выпуск стоит перед выбором либо уважать и верить в то что библия говорит о будущем либо отвергнуть слово божие как не имеющее значение и проигнорировать то что сказал господь в конце концов ваша участь полностью зависит от вас самих либо вы захотите быть причастны к восхищению и пойти прямо на небеса вместе с иисусом христом либо вы хотите остаться здесь на земле на время великой скорби без христа погибшим во грехах направляющимся прямо в вечный ад какое будущее вы для себя изберете вечно жить с богом совершенной вселенной или вечно гореть в огненном огне вместе дьяволом библия предлагает только эти два выбора а библия в отличие от меня или вас ни разу ни в чем не ошибалась и не лгала если вы хотите жить с богом вам необходимо принять его условия если восхищение еще не произошло то вам сейчас предлагается евангелие благодати божией что христос умер за грехи наши по писанию и что он погребен был и что воскрес в третий день по писанию вы как человек не можете сами себя сделать святым поскольку все согрешили и лишены славы божьей и нет праведного ни одного поэтому господь готов дать вам свою праведность его праведность это иисус христос умерши на кресте которого бог сделал за нас грехом чтобы мы в нем сделались праведными пред богом если вы примете иисуса христа вашим спасителем вы получите совершенную праведность и совершенную святость так что будете угодны богу и сможете пристать пред его взором любые другие ваши попытки оправдаться перед богом вам ничего не дадут все другие религии или образы жизни вам ни в чем не помогут бог дыне повелевает людям всем повсюду покаяться это означает что вы должны осознать и признать себя погибшим грешником отказаться от своего прежнего образа мыслей жизни и обратиться к богу через иисуса христа все очень просто в библии сказано ибо всякий кто призовет имя господне спасется этот призыв для нынешнего времени иисус сказал и приходящего ко мне не изгоню вон ибо не послал бог сына своего мир чтобы судить мир но чтобы мир спасен был через него никакая церковь для этого не нужна никакие добрые дела не нужны и сами вы не можете сделать себя лучше и нет пути чтобы спасти самого себя чтобы быть спасенным по его благодати через веру вы должны положиться только на иисуса христа вы спросите как же это сделать очень просто где бы вы ни были в эту минуту не имеет значения где вы находитесь склоните голову и помолитесь приблизительно так дорогой господь я знаю что я не достоин прийти к тебе я знаю что грешил против тебя и заслуживаю быть в аду я верю что иисус христос умер на кресте и пролил свою кровь за меня грешника я раскаиваюсь в своих грехах и принимаю иисуса христа своим спасителем омой и очисти меня кровью христа спаси меня и дай мне вечную жизнь аминь вы скажете не может быть чтобы все было так просто напротив бог избрал путь спасения простым для того чтобы посрамить мир со всеми его сложными системами заслуживания и зарабатывания спасения так и написано бог избрал не мудрое мир а чтобы посрамить мудрых господь сделал спасение таким простым чтобы его мог понять и принять маленький ребенок поэтому господь и сказал истинно говорю вам если не обратитесь и не будете как дети не войдете в царство небесное это действительно так просто если вы помолитесь так от всего сердца с простой детской верой вы примете величайший дар от бога в своей жизни это дар сам господь иисус христос и вечная жизнь имеющий сына имеет жизнь не имеющий сына божия не имеет жизни никто точно не знает когда наступит восхищение но оно точно произойдет потому что все признаки последнего времени указывают на это и самый главный признак это восстановление израиля восхищение может произойти в любой момент даже до того как закончится это видео можно ли подготовиться к восхищению прямо сейчас да как веру в господа иисуса христа и спасешься поверь в него и прими его прямо сейчас до восхищения пока еще не поздно если вы все же решили проигнорировать это сообщение потому что оно вам кажется слишком фантастическим чтобы быть правдой тогда предлагаю вам подписаться на этот канал чтобы вы получили уведомление о следующем выпуске который будет посвящен вопросу что мне делать теперь когда восхищение церкви произошло а я остался конечно господь приберег для вас второй шанс хотя вам он обойдется очень дорогой ценой в следующем выпуске будут представлены подробные инструкции из библии как пережить великую скорбь и да поможет вам в этом бог если восхищение наступит раньше чем выйдет следующий выпуск могу дать вам последний совет идите в любую церковь там всегда найдутся братья которые расскажут вам что делать дальше на этом на сегодня пока все благослови вас бог до следующего выпуска и до следующей пятницы если она наступит и мы еще будем здесь а